Организм человека полностью зависит от работы его внутренних органов. Когда мы здоровы, мы не чувствуем их. А между тем, эти незримые помощники ежесекундно, ежедневно, в течение всей жизни обеспечивают нас здоровьем. И только когда появляются болезни, они заявляют о себе. Одним из таких органов нашего тела, без которого немыслима жизнь человека, является печень. Здравствуйте! В эфире программа «Азбука здоровья». И сегодня мы будем говорить о таком тяжелом и опасном заболевании, как цирроз печени. Печень – самый большой орган человеческого тела. Располагается печень в правом подреберии. Масса печени у взрослого человека составляет около полутора килограмм. Печень принимает участие в процессах пищеварения, кроветворения. Очищает организм от токсинов. Велика роль печени в выработке таких важных веществ, как белки крови и гормоны. Все вещества, которые проходят через печень, задерживаются в ней. И если человек курит, принимает алкоголь, то продукты превращения этих вредных веществ также оседают в печени, повреждая ее. Но даже если человек не подвержен этим вредным привычкам, то его печень все равно в опасности. Потому что мы живем в такое время, когда продукты питания, которые мы употребляем, в своем составе содержат различные так называемые улучшители – вкуса, запаха, консерванты. И все эти вещества, проходя с кровью через печень, также задерживаются в ней и повреждают ее. И длится это днями, месяцами, годами. Печень молчит, работает, и изменения постепенно накапливаются в ней, и сигнализировать о себе она начинает уже только в самых последних стадиях. Тогда печень начинает кричать, и тогда у человека может развиваться такое грозное, серьезное заболевание, как цирроз печени. О том, что это такое, мы поговорим сегодня. И зададим наши вопросы врачу-гастроэнтерологу Витебского областного клинического специализированного центра «Косиниц» Наталье Сергеевне. Наталья Сергеевна, что же такое цирроз печени, и так ли опасно это заболевание? Цирроз печени – это хроническое прогрессирующее заболевание печени, в результате которого печеночная ткань заменяется соединительной тканью. Происходит уменьшение функционирующих печеночных клеток, по-другому их называют гепатоцитов, и развивается печеночно-клеточная недостаточность. В экономических развитых странах одной из причин смертности в возрасте 35-60 лет является именно цирроз печени. А каковы причины, ведущие к развитию цирроза? Основными причинами являются наличие вирусного гепатита, вирусного гепатита В, С, Д, также хронический алкоголизм, нарушение обменных процессов. Наталья Сергеевна, причины, приводящие к развитию цирроза – это перенесенные вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем. А какие еще факторы способствуют развитию этого грозного заболевания? Кроме того, цирроз печени также вызывает наследственные заболевания. Это такие заболевания, как гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова, дефицит альфа-1-антитрепсина. Также токсическое поражение печени промышленными ядами и лекарственными средствами. У человека диагностирован цирроз печени. Как он проявляется? Каковы признаки? Длительное время цирроз печени может протекать бессимптомно или с нетипичными симптомами, такими как общая слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость. Постепенно к этим симптомам добавляются такие симптомы, как тошнота, горечь во рту, снижение аппетита, непереносимость жирной пищи, алкоголя. Уже в последних этапах появляется желтушность кожных покровов и появляется кожный зуд. Но это тоже индивидуально, не у каждого может такое быть. Вы сказали, что признаки, характеризующие тяжесть течения процесса, это желтушное окрашивание кожных покровов при соединении кожного зуда. Какие еще признаки характеризуют утяжеление процесса? Да, при прогрессировании цирроза печени развиваются такие явления, как портальная гипертензия, это увеличение давления в воротной вени. Также появляется кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Увеличивается живот, то есть накапливается жидкость в брюшной полости. По-другому это называется асцит. Пациент обращается к доктору. На основании каких признаков и критерий врач ставит диагноз заболевания? Обследование пациента должно быть комплексным. Основным из обследования является ультразвуковое обследование органов в брюшной полости. На нем мы смотрим портальную гипертензию. Также фиброгастрододеноскопия. Оцениваем степень расширения вен пищевода. Используются ли какие-то лабораторные методы диагностики? Да, также пациент создает биохимический анализ крови, также общий анализ крови и когулограмму. Это анализ, показывающий свертывающую способность крови. А имеются ли какие-то методы, которые гарантируют большую достоверность постановки диагноза? Да, наиболее достоверным методом является, конечно же, биопсия печени. Это практически стопроцентный результат постановки диагноза. Если пациент боится подвергаться инвазивным методам диагностики, существуют ли какие-то современные альтернативные методики, позволяющие установить правильный диагноз? Да, к современным методам диагностики цирроза печени относится эластография печени. Это ультразвуковой метод, который позволяет оценить печеночную ткань. В процессе постановки диагноза врач оценивает множество анализов. Обследований, аномнистических данных. Имеет ли значение в этом многообразии выявление причины, приводящей к развитию цирроза? Безусловно. Зная причину цирроза печени, мы можем точно выбрать тактику для лечения. Выставив диагноз заболевания, необходимо немедленно начать лечение. Как на современном уровне развития медицинских знаний проводится лечение цирроза печени? В гастроэнтерологическом отделении Витебского областного клинического специализированного центра осуществляется лечение данных пациентов. В терапию входит лечебный режим, медикаментозная терапия, профилактика осложнений. От чего зависят результаты лечения заболевания и каков прогноз при этой патологии? Прогноз при циррозе печени, конечно же, зависит от самого пациента. Как он выполняет рекомендации врача, врача-гастроэнтеролога. Как он питается, как он изменил свой образ жизни. Кроме этого, необходимо заметить, что очень важным является отказ пациента от вредных привычек. И в первую очередь, это отказ от курения и употребления алкоголя. Скажите, пожалуйста, каковы особенности течения заболевания, вызванного вирусным гепатитом предшествующим? Особенностью вирусных гепатитов, ну или вирусных цирроза печени, является то, что кроме гастроэнтеролога, его также надо наблюдать инфекционистом доктора. Доктор-инфекционист обычно назначает анализы, которые показывают активность вируса. То есть, как быстро вирус может поражать печеночную ткань. То есть, пациент должен обращаться именно тоже дополнительно к этому специалисту. Каковы особенности лечения цирроза, вызванных злоупотреблением алкоголем? При циррозах печени, вызванных употреблением алкоголя, конечно, основным лечением является прием таких препаратов, как гепатопротекторов. Это препараты, которые защищают клетки печени. Ну и, конечно же, отказ от алкогольных напитков. Если заболевания, несмотря на проводимую терапию, прогрессируют, какие изменения при этом происходят в организме и как меняется лечебная тактика? Ну, в зависимости от осложнений, лечащий врач добавляет в терапию пациента такие препараты, как мочегонные средства, вазоконстрикторы и также препараты, улучшающие обменные процессы в печени. Кроме терапевтических методов лечения прогрессирования заболевания печени, еще одним из основных методов является хирургическое лечение. В хирургическом отделении Витебского областного клинического специализированного центра освоены и широко применяются методы лечения основных осложнений цирроза печени. У нас лечат и портальную гипертензию, и варикозное расширение вен пищевода, и асцит, используя самые современные инновационные разработки. Совместно с хирургами из Военно-медицинской академии имени Кирова из Санкт-Петербурга была выполнена уникальная операция по поводу портальной гипертензии. При циррозе печени одним из основных лечебных факторов является соблюдение диеты. Рекомендации по диетическому питанию при циррозе печени нам даст профессор Юпатов Геннадий Иванович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Витебского государственного медицинского университета. Геннадий Иванович, какие рекомендации Вы могли бы дать пациентам, у которых уже выявлен цирроз печени, как им правильно нужно питаться? Безусловно, цирроз печени является серьезной патологией, и таким пациентам нужно уделять достаточно большое внимание диетическим рекомендациям. В первую очередь этим людям категорически противопоказан прием алкоголя, причем в любых дозах. Даже несколько глотков слабоалкогольного напитка, например, пива и что-то подобное, может вызвать серьезное обострение заболевания и явиться поводом для госпитализации. Таким пациентам не рекомендуется прием копченых продуктов, колбас, рыбы. Категорически противопоказаны продукты в жареном виде – мясо, рыба, картошка. Любые продукты в жареном виде не рекомендуются. Жирные сорта мяса, жирные сорта рыбы, жирные сорта птицы, торты, пирожные, мороженое – также следует принимать строго в ограниченном количестве или стараться избежать приема этих продуктов. Также не рекомендуется крепкий чай, крепкий кофе, сильно газированные напитки. Таким пациентам следует принимать пищу в тушеном, отварном, запеченном виде. Это может быть рыба, это может быть нежирные сорта мяса, это овощи и фрукты, в том числе могут и в сыром виде. Это любые молочные продукты и кисломолочные продукты. Это кисели, зеленый чай, не крепкий. Человеку, заботящемуся о своем здоровье, необходимо проводить профилактику цирроза печени. А для этого в первую очередь необходимо предотвращать и своевременно лечить такие основные болезни, которые приводят к этому заболеванию. Это профилактировать вирусные гепатиты и отказываться от вредных привычек, основная из которых в данном случае – злоупотребление алкоголем. Заботьтесь о своей печени, мы заботимся о своем организме и продлеваем свое долголетие. С вами была программа «Азбука здоровья». Будьте здоровы! Субтитры подогнали Симон.